привет меня зовут ольга и я хочу рассказать вам о своем хобби о наблюдательной астрономии астрономия это наука которая изучает движение строения небесных тел и образованных ими систем но астрономии занимаются не только ученые миллионы людей на земле занимаются астрономикой к своим хобби например они могут наблюдать звездное небо они могут его фотографировать они могут строить телескопы и все это делает любители астрономии которых нет ни специального образования никаких либо специальных знаний в этой области например я могу сказать что любители астрономии сделали очень большой вклад в науку очень много открытий комет астероидов было открыто именно любителями астрономии например в конце марта на юпитер что-то упало иначе не скажешь все обсерватории мира прозевали этот момент и это событие сфотографировали два астронома любителя один из австралии один из голландии они просто наблюдали в телескоп просто фотографировали юпитер когда увидели вспышку и и выложили эти фотографии в интернет и их опубликовали теперь ходит мнение что это астероид или комета а также любители астрономии популяризируют астрономию например а джон добсон это астроном любитель он известен тем что он создал свой телескоп очень удобный для походов для просмотра звездного неба на балконе но также он популяризировал астрономии тем что он вынес свой телескоп на улицу и предлагал прохожим посмотреть на луну это вид любительской астрономии называют тротуарной астрономии но я по большей части буду рассказывать о наблюдательной любительской астрономии наблюдательная любительская астрономия это наблюдение звездного неба невооруженным глазом в бинокль подзорную трубу или телескоп ради получения эстетического удовольствия стоит сказать про наблюдение вооруженным глазом конечно наблюдать учиться наблюдением нужно не вооруженным глазом так вы научитесь определять какие созвездия какие звезды какие планеты вы видите но если вы хотите увидеть больше вам понадобится простой бинокль например 10 раз десятикратным увеличением он дает широкое поле зрения и вы уже видите намного больше деталей подзорную трубу например с 50-ти кратным увеличением можно увидеть еще больше у нее меньшее поле зрения и так больше вы увидите и наконец телескоп телескоп вполне реально приобрести сегодня у нас есть магазины он дает увеличение от 100 до 300 400 крат а главный враг астронома любителя это городская засветка мы живем в большом городе и то что мы видим это несколько ярких звезд но если мы поедем на окраину города например в лес или на дачу мы уже видим намного больше деталей на звездном небе а если мы увидим едем вместо далекая городских фонарей мы увидим красочную картину звездного неба здесь стоит сказать что конечно можно наблюдать звездное небо когда угодно вы просто идете с работы домой и смотрите на какую-нибудь планету или луну а вы с друзьями на даче или на в лесу можете тоже изучать звездное небо у вас романтическая прогулка в парке тоже можно смотреть на звезды но если вы уже решили провести ночь посвятить профессионально астрономическим наблюдением здесь нужно соблюсти несколько правил нужно потеплее одеться ночи холодные категорически запрещено употреблять алкоголь и курить это очень вредит сетчатке глаза и самое главное это адаптация к темноте вам необходимо провести как минимум 15-30 минут в темноте чтобы ваш глаз адаптировался а также вам понадобится либо приложение либо карты навигационные чтобы ориентироваться по созвездиям но это не обязательно сейчас мы перейдем к практической части и я вам расскажу про созвездия и астеризмы а в современной астрономии созвездия это участок неба на котором можно наблюдать те или иные звезды а но здесь также хочу сказать что звезды в привычном нам созвездии не обязательно находятся рядом с друг другом они могут находиться друг от друга на очень далеких расстояниях и здесь я еще скажу еще один факт когда мы смотрим на небо мы смотрим не только в пространство но мы его при смотрим во время свет от звезд движется со скоростью света луну мы увидим такой как она была сек секунду назад солнце 8 минут назад планеты 4 часа назад 5 часов назад некоторые звезды от 100 до 1000 миллионов миллиардов лет тому назад может некоторых из них уже не существует а и начнем с самого известного созвездия большая медведица вы все ее знаете но мы ее называем большой ковш и мы абсолютно правы потому что большой ковш это астеризм астеризм это совокупность очень ярких звезд нескольких созвездий или совокупность выделяющихся звезд а в одном созвездии верха большая медведица намного больше чем видимая нами часть если по двум крайним звездам большой медведиц большого ковша провести линию мы найдем ту самую по известную звезду полярную она находится в созвездии малой медведицы или астеризм малый ковш рядом с полярной звездой можно найти такие яркие звезды как капелла арктур арктур самая яркая звезда северного полушария после солнца а также можно найти такое созвездие как цифей и многим любимое созвездие кассиопея или астеризм w перейдем дальше полярная звезда она недвижимая она остается она неподвижна на участке неба она находится на пересечении небесной сферы и небесной оси а все звезды которые находятся вокруг нее они вращаются и астрономы любители любят фотографировать звездное небо на протяжении всей ночи получая такие снимки смазанные линии это звезды а вот эта недвижимая точка это полярная звезда для удобства ориентации по звездному небу мы используем подвижную карту звездного неба такую карту можно было взять на входе не знаю остались ли еще а здесь на круге с картой мы находим месяц и нужный нам день а на подвижном круге где есть вырез под широту местности для харькова это 50 широта мы находим часы совмещаем день и час и получаем карту на сегодняшний день осень зимой и сегодня все еще на низко над горизонтом на юге можно наблюдать другой астеризм это зимний треугольник это звезда процион звезда бетельгейза в созвездии ориона и звезда сириус созвездие большого пса звезда сириус самая яркая звезда после солнца наблюдаемая с земли но я уже сказала что арктур самая яркая звезда сириус относится к звездам южного полушария и у нас все всегда видно не не высоко над южным над южным горизонтом до сириуса всего лишь восемь лет это небольшая звезда намного больше чем сириус а и она такая ярко из-за своей величины хотя находится намного дальше созвездии ориона есть астеризм известный пояс ориона это три звезды лежащих на одной прямой и под поясом ориона мы можем увидеть небольшое пятнышко это туманность ориона а также рядом с орионом находится созвездие тельца с яркой звездой альдебаран созвездие тельца есть скопление молодых звезд их может даже видеть невооруженным глазом это плеяды если мы посмотрим на туманность ориона в телескоп то мы видим вот такое вот пятнышко здесь зарождаются звезды а плеяды будут выглядеть вот так следующий астеризм это летний осенний треугольник его уже будет видно совсем скоро начиная с мая это звезда вега звезда альтаир и звезда днф созвездие лебедя также звезда днф с четырьмя звездами созвездия лебедя образует астеризм северный крест летний осенний треугольник можно наблюдать летом и осенью недалеко от созвездия цифей звезда днф одна из самых далеких звезд но по яркости она не уступает остальным звездам то есть и своих за свои величины и здесь я хочу сказать что яркость звезды из яркость звезды определяется звездной величиной чем ярче звезда тем меньше у нее звездная величина у некоторых звезд она отрицательная например у солнца минус двадцать шесть у веги она нулевая а я хочу что хоть по останется попродробнее на этом участке звездного неба это млечный путь млечный путь можно увидеть в незасвеченных участках нашей планеты и созвездие лебедя млечный путь разделяется на два рукава это газопылевые туманности в которой настолько темные что в них практически не видно никаких звезд но перейдем к более интересным объектам звездного неба и более любимым астрономами любителями это планетам планет вы не найдете на карте звездного неба для определения движения планет вы можете определить по календарю который можно взять на входе или пусть используя специальными программами я расскажу о них позже земли видно пять планет это две внутренние планеты венера и меркурий а также три внешние марс юпитер и сатурн урана нептун их невооруженным глазом не видно а в телескоп они представляют собой всего лишь небольшую точку так венера венера самый яркий объект видимой земли после солнца и луны и звездная величина минус четыре с половиной а венеру называют либо утренняя звезда либо вечерняя звезда и и всегда видно либо незадолго после заката солнца либо незадолго до восхода солнца меркурий он настолько тусклый и настолько низко над горизонтом нах он находится что и теряется лучах зари что существует легенда что коперник так никогда его не увидел а хотя в его как заметках и картах есть условиях как наблюдать и в меркурий что возможно это не легенда сейчас сегодня и на протяжении еще до конца лета как минимум можно предать планету юпитер он всего это положение на сегодняшний день юпитер находится на юге рядом звездой арктур и звездой спика в созвездии девы если мы посмотрим на юпитер в телескоп а то мы увидим полосы и если повезет то можно увидеть большое красное пятно а также видны четыре спутника самые большие галилеевые спутники это и огонь ганиметка листа и европа эти спутники также можно увидеть и в простой бинокль в конце мая уже можно будет наблюдать вечером еще две планеты сатурн и марс рядом со звездой антарес юпитер все еще продолжается в наблюдениях также мы видим звезда и артур все эти планеты все на юге находятся если мы посмотрим на марс в телескоп то мы увидим такую картину если на сатурн то мы уже увидим кольца и полюса вот такая картина будет телескоп но перейдем к нашему спутнику к луне один из самых любимых объектов астрономов любителей это луна на сегодняшний день а вот фаз фаза фаза луны вследствие взаимного расположения луны земли и солнца луна меняет свои фазы линия терминатора перемещается по диску луны и мы видим то освещенную тень то не освещенную часть луны луна как нам известно всегда повернута к нам одной стороной это происходит из-за того что скорость вращения луны вокруг земли совпадает скоса скоростью вращения луны вокруг своей оси она луна в движется вокруг земли не пол идеально круговой орбите она движется по эллипсоидной орбите и за счет этого наблюдается эффект либрации а она движется вокруг земли неравномерно а вокруг своей оси она вращается равными один с одинаковой скоростью и за счет этого нам поворачиваться то одним то другим краем обратной стороны луны и мы можем увидеть делать как минимум девять процентов обратной стороны луны которым обычно не видим также за счет того что луна движется по эллипсоидной орбите она то приближается то отдаляется приближение называют перигеем отдаление апогеем если совпадает фаза суперлуния у фаза извините полнолуния и луна находится в периге и это называют суперлуния такое бойцы в октябре а если полнолуния выпала на начало месяца цикл лунный длится 20 дней 29 дней месяц и как известно 31 дней день то второе полнолуния может выпасть на конец месяца получается два полнолуния на один месяц и это событие называют голубая луна а вот видимая сторона луны на луне есть моря мы их можем даже наблюдать невооруженным глазом просто посмотрим на луну а моря дали такие красивые названия как море спокойствия залив радости море дождей и океан бурь а также на луне есть кратеры а кратеры называют именами ученых преимущественно астрономов это кратер тихо кратер коперник и кратер кепля и нам не есть горы горы называют именами земных гор например на луне есть карпаты на луне есть кавказ на луне есть опенины и альпы она придать наблюдать луну лучше всего не в фазу в полнолуния а когда у нас есть линия терминатора на линии терминатора детали луны прорисовывается более четче и лучше ее всегда придать в таких вот условиях но также любители астрономии и даже люди далекие астрономии которые совсем не интересуются любят наблюдать астрономические явления например всем известное солнечное затмение происходит когда луна проходит фазу новолуния проходит между землей и солнцем и заслоняется вой солнце и вот мы видим такую картину события достаточно редкая и происходит лишь небольших участках земного шара лунное затмение это наоборот когда фазу полнолуния земля проходит между солнцем и луной а при этом луна не исчезает с неба она окрашивается в кроваво-красный цвет это при полной фазе лунного затмения это происходит за того что солнечные лучи просто проходят через атмосферу земли отражает отражаются и луна окрашивается в такой вот красный оттенок в сентябре я можно наблюдать полутеневое лунное затмение луна лишь частично войдет в тень земли и покраснение не будет будет просто небольшая темная краска на одном из сторон сторон луны соединение соединение это когда с точки зрения земного наблюдателя на небе видно как какая-то планета подходит близко к какой-либо звезде или две планеты находятся рядом относительно друг друга это называет соединение планет или соединение планеты и земли на этой фотографии мы видим юпитер а это венера эта фотография прошлого года а такое же событие можно наблюдать в этом году 27 августа а иногда происходит такое событие как покрытие луной луна проходя по небесной сфере может сосланить с собой либо планету либо звезду например это юпитер это луна а в этом году можно будет наблюдать покрытие луной планеты нептун а теперь внимание будет солнце будет ярко 9 мая можно будет наблюдать такое редкое астрономическое событие как прохождение меркурия по диску солнца на солнце смотреть нельзя поэтому для наблюдения такого события для телескопа или подзорной трубы понадобятся специальные солнечные фильтры а и также со специальными этими фильтрами можно наблюдать солнечные пятна также очень известное событие это когда луна проходит через шлейф где прошла когда-то комета и маленькие частицы этой кометы попадает земную атмосферу и сгорают ней в простонародье это называют звездные дождь а на самом деле это метеорный поток метеорные потоки происходят каждый год есть более или менее интенсивные в этом году например в августе можно наблюдать метеорный поток персиды они будут на быть можно их наблюдать недалеко от созвездия кассиопия в созвездии персия примерно через полчаса на небосводе можно наблюдать будет такое явление яркая . движется абсолютно бесшумно по яркости сравнимая с венерой это международная космическая станция самый большой объект созданный человеком который находится на орбите земли она пройдет по созвездию ориона через зимний треугольник любители астрономии очень любят фотографировать мкс когда например проходит по диску луны но сейчас я покажу более редкий кадр прохождение мкс по диску солнца в момент солнечного затмения в марте 2015 года а если очень постараться то можно сфотографировать мкс такой или такой это мкс это шаттл атлантис момент стыковки также мы можем наблюдать другие спутники другие космические созданный космические объекты созданные человеком а для этого существуют специальные календари и специальные карты вы это все можете узнать из интернета и сейчас как раз переходим к этой части все слайды звездного неба которые здесь были представлены были сделаны с помощью планетария stellarium в этом планетаре вы можете посмотреть какие звезды вы сегодня увидите вечером в своем городе в любом другом городе посмотреть на южная полушария на северный полюс очень полезное приложение также она полезна тем что можно установить уровень засветки вы реально сможете определить что вы действительно увидите а приложение skyview еще проще это приложение для смартфона вы смотрите на небо вы видите яркую звезду вы наводите свой смартфон на эту яркую звезду или планету и эта программа просто определяет что это такое а skyview в skyview публикуются когда моменты захода и восхода солнце луны и планет на сегодняшний день а также анализируется уровень засветки и у погодные условия вашего города и определяется успешность астрономических наблюдений на сегодняшний день сайт heaven's above также есть приложение под android очень полезный сайт на нем существует много карт например карта там звездного неба на сегодняшний день карта прохождения спутника на сегодняшний момент и так далее а сайт spot the station это сайт нас вы можете туда зайти подписаться и вам на почту будут приходить сообщения когда мкс пролетит над вашим городом и solar walk приложение 3d модель нашей солнечной системы ну и в заключение хочу показать то звездное небо которое мы бы увидели если мы сейчас находились где-нибудь на поляне и не было бы такой облачности как сегодня вот юпитер на юге луна зимний треугольник уже не высоко над горизонтом и яркая звезда капелла а теперь добавим немного света спасибо за внимание я готова ответить на ваши вопросы начнем вот это это реальное изображение ну здесь я установила уровень засветки для примерно окраины города то есть не тот который в нашем городе в нашем городе мы бы нас видно юпитер нас видно sirius вполне в городе можно наблюдать спокойно так ну смотри а можно начать например с простого простой можно купить по моему даже за там полторы две тысячи гривен он будет удобно будет походно его можно взять в поход он даст увеличение примерно 100 крат чтобы купить телескоп с двухсоткратным увеличением то понадобится 1006 наверное это вот среднестатистический да ну можно начать с простого и тут стоит учесть я про как бы про телескоп специально не стала ничего не говорить что телескопом можно нужно будет допускал докупать окуляры фильтры которые тоже имеют свою стоимость да есть вот любители астрономии которые собирают свои собственные телескопы они их собирают и они даже уделяют этому больше времени чем наблюдению собственно звездного неба не могут даже наблюдать у них весь фан уходит в то что они собирают телескоп там был опрос там вот первый подняли руку а я в контакте в группе уже выложила все ссылки на все приложения которые упомянула а вот и также скажу что в контакте существует очень много групп посвященных астрономии среди них что очень хорошо появились уже украинские которые ориентированы на наше время на нашу местность что очень удобно уже в контакте в посте можете смотреть к встрече уже все ссылки выложены так там был вопрос она получается как бы я точно сейчас за это не скажу то есть это пруть лучше в ответе от тех кто со светом разбираются то есть яркость звезды просто поглощается этим светом и как я сказала адапта адаптация к темноте наш глаз просто слепится этим светом и у нас уже как бы привычно мы привыкли к яркости вот как комнате как на улице а яркость видимо и звезд мы уже просто не мы можем различить тут был вопрос ну я тоже на эта тема обсуждалась у нас была тема по поиске жизни что человеку легче будет принять что инопланетяне существует чем если они не существуют но я не уверена что они у нас летают хотя моя соседка подвечить подача тут утверждает что они летают так тут вопрос отрицательно категорически отрицательно нет дайте астрологу телескоп увлечите его астрономии и пусть занимается полезным делом тут был так там давно руку тянут уже скажите пожалуйста инструмент каким увеличением уже чтобы увидеть ураны ураны нептун я точно не скажу но по моему достаточно то ли 50 крат то лишь типа этого но вы увидите только очертания то есть какая-нибудь там голубенькая ли синенькая . это все никаких деталей ничего не будет видно тут да у меня есть телескоп она там картинки был телескоп это мой телескоп максимум увеличение которое он дает это 260 крат там дело в том что тут я читала по названиям на море на луне есть моря океаны заливы озера болота их называли с чем-то связанным с водой например море дождей океан бурь или со связанное состоянием настроения там радости спокойствия и возникло очень много споров когда на обратной стороне луны называли море москвы было очень много споров и как бы сделали исключение но скорее всего да на обратной стороне также на обратной стороне луны а кратеры тоже названы именами ученых астрономов и космонавтов до ну это астрофотография я еще не начинала заниматься там есть два способа съемки проекция через объектив когда вы просто подносите фотоаппарат к объективу и есть способ когда это более дешевый способ и он для этого нужно как просто крепеж для телескопа чтобы не было дрожание рук а более дорогой способ это с фотоаппарата снимается объектив скручивается специально в телескоп специально крепление идет прямой контакт с окуляром телескопа тут был вопрос только когда комета комета не падает а это мете комета проходит и комета как бы проходит довольно далеко от земли я бы я говорила про метеорные дожди это метеоры они падают они сгорают в атмосфере не до земли не долетают нет нет это провод происходит реальное время то есть метеор метеор да то есть это происходит сейчас кометы не падают может упасть астероид то он тоже падает в реальном времени и он долетает до земли приносит разрушения так как челябинский был так вопрос по названию почему созвездия называют так упором ну вот хорошо что вы спросили потому что эта часть у меня про название вообще просто в лекцию не влезла разные народы разных культур разных лирий религий называли созвездия по-своему то есть появился там всякие кассиопии возничий что во что-то доверили так и называли и возникла в итоге такая путаница аж еще добавились созвездия южного полушария полушария с созвездиями южного полушария чуть-чуть проще галей который комета галлея он специально поехал в экспедицию на по моему остров святой елены он там год исследовал звезды и давал созвездиям название но тоже возникла путаница потому что каждый астроном хотел втулить в южное небо свое любимое созвездие например было созвездия кошки одному странному основном очень нравилось нравились котики но потом это созвездия исключили потому что в начале двадцатого века собрали астрономический конгресс и разделили не по на 88 созвездий 46 по моему из них в северном а остальные в южном полушарии то есть они созвездия еще с разных культур нам мешались там по-моему в китае большая медведица называлась там колесница у нас она была кивиз в украинском языке называется и приняли стандартная уже какой-то один стандарт и оставили его по поводу телескопов тут с харьковом сложный вопрос в харькове раньше соблюд нас собирались любители астрономии был даже какой-то астроклуб харьковский но это все заглохло в году наверное 2009 и 1 форуме больше никаких ничего не встречала сейчас можно посмотреть в телескоп в планетарии они дают посмотреть на луну и на юпитер или на сатурн ну в зависимости от планеты которая видна тогда и по-моему на солнце не смотрит я точно не знаю и может быть с 15 на 4 мы соберемся и сделаем выезд недалеко за город и можно будет посмотреть в телескоп об этом мы опубликуем в группе если если пол если получится у нас есть два телескопа причем абсолютно одинаковых как выяснилось по моему если я не ошибаюсь я могу здесь ошибиться была программа redshift как то на которой вы могли высадиться на какую-то вас планету и оттуда смотреть звездное небо но это очень не скажу по что я давно не пользовалась я могу этого не помнить стеллариум только для земли тут вопросы какие-то кто там раньше руку поднял вопрос не могу это рассказать скорее всего это профессиональный фото какой-то фотоаппарат мкс фотографировать довольно сложно потому что она очень быстро движется и для того чтобы сфотографировать в телескоп что быстро двигаешься нужен двигатель для телескопа то есть вы подключаете к телескопу двигатель он движется сам по себе вы к руками к нему не прикасаетесь и он снимает этот объект ну я точно сказать не могу что астрофотографии еще не занималась спасибо надо будет проверить спасибо и можно это и можно сразу добавить потому что есть программа такая как целистия вот в ней можно посмотреть звездное небо практически от любой звезды от любого даже из другой галактики можно посмотреть спасибо надо будет посмотреть не про такую там вопрос противостояние марса будет 20 мая да это можно будет наблюдать но не ведитесь на интернет он не будет размером с луну но если с 15 на 4 выйдут таким на природу смотреть в телескоп в конце мая по что в конце мая марс в противостоянии в начале июня сатурн то можно организовать эти события значит 15 до 4 надо заниматься этим вопросом так тут вопрос а да но то есть она очень ярко по яркости она сравнима с венерой скорее всего то есть очень очень яркая точка кто там вопрос а в чем разница между между астеризмами и созвездия это то что вот придумали древние люди и назвали по-своему астеризм придумали астрономы для удобства ориентирования по звездному небу то есть вот то что мы реально видим то что мы реально представляем большой ковш w крест мы это видим и так и называем ну дали такие названия а треугольники это просто образование очень ярких звезд то есть если вы посмотрите на летний осенний треугольник летом действительно бы в небе увидеть очень три ярких звезды а уже потом все остальные звезды они очень выделяются так на раши пора заканчивая как получается что полярная звезда не движется а ну я часть из лекции исключила общем есть небесная сфера это воображаемая проекция всех звезд на сферу вокруг земли и земля находится под под наклоном и вот это вот небесная ось пересекается с небесной сферой и получается что это все все вращается вокруг относительно этой точки и я еще забыла сказать что полярная звезда находится не у нас над головой она находится на широте той местности в которой мы находимся лихать харьков это на широте 50 она будет находиться на экваторе она будет лежать на горизонте на северном полюсе она будет фактически прямо над головой сидеть а на южном полюсе и и нет нету такой такой звезды там просто воображаемый южный полюс есть пересечения таким образом аргумент имеет правильную форму но одна из посылок ложная и она приводит к возможно ложному выводу в данном случае у нас имеется скрытая посылка всякий у кого есть борода из пчел говорит правду эта посылка является